Почти на 12% за год подорожали квартиры в российских новостройках. По словам экспертов, подорожание произошло в первую очередь в связи с переходом строительной сферы на эскроу-счета. Теперь деньги дольщиков идут не напрямую к застройщику, как это было раньше, а поступают на специальный банковский счет. Снять деньги застройщик сможет только после передачи квартиры клиенту. Как пишет известие, несмотря уже на случившееся подорожание новостроек, осенью цены продолжают увеличиваться, так как в это время традиционно растет спрос на квартиры. Но к декабрю, по прогнозам, заметный рост прекратится. При этом Хабаровск попал в топ-10 по росту цен в новостройках. Специалисты проанализировали динамику стоимости квадратных метров в 63 крупных городах страны. Так, за лето сильнее всего цены поднялись в Иркутске на 6,6%. Далее идут Подмосковная Балашиха и Новосибирск с похожими показателями. Хабаровск на 10-й строчке. С июня по сентябрь стоимость квартир на первичном рынке выросла на 1,9% и составила чуть больше 85 тысяч рублей за квадратный метр. Дороже всего обходятся квартиры в центре Хабаровска. Более бюджетные варианты можно найти в Южном и дальше. Так, цена на однушки в Хабаровске начинается почти от 2 миллионов рублей. За двухкомнатную квартиру придется заплатить уже 3 миллиона 62 тысячи. Трешка в новостройке в спальном районе обойдется в 3 миллиона 600 тысяч рублей. Нового покупателя нашли для комсомольских истребителей. Интерес к российской разработке Су-57 после объявления о крупносерийном производстве проявила Мьянма. Сейчас основу боевой авиации этой страны составляют легкие истребители МиГ-29. Однако не так давно там приняли новую программу, которая как раз-таки предусматривает покупку тяжелых истребителей. Как пишет портал ИСТРАШ, о возможном приобретении Су-57 в конце августа также говорила Турция. В данный момент ведутся переговоры. Между тем, комсомольский на Амуре авиационный завод уже готов к запуску серийного производства истребителей пятого поколения. Первый Су-57 Воздушно-космические силы России получат в конце этого года. Следим за новостями экономики. Субтитры создавал DimaTorzok